Ребята, всем привет! А сегодня мы собрались, чтобы поиграть в игру, которая называется Ghost Exile. Я рассказывала про неё на стриме, на последнем стримчестере. Это, в общем-то, ещё одна игра из серии Ghost Hunters, то есть такая же, как Phasma, как Ghost Hunters Corp, как Obsidio. Игра про то, как мы заезжаем в дом, ищем там призрака, определяем его и, в общем-то, с чистой душой едем домой. Но не совсем так, потому что в этой игре ещё призраков можно изгонять, в отличие от Phasma. Ну, собственно, как в Obsidio и как в Ghost Hunters Corp. Поэтому изгонять призрака здесь будет такой же важной задачей, как его найти. А плюс за это ещё будут давать очень много денег. Туториал не завезли, написано Soon. Хотя, казалось бы, да, если делаешь игру, наверное, надо начать с туториала. Он такие, да ладно, там, сами разберутся, но потыкают на кнопочки немаленькие. Поэтому тыкаем начать. Так, ой, ой, вау. Тут чувствительность надо убавлять, подожди. Подожди. Где тут чувствительность? Это звук. А вот это управление. Чувствительность мыши. Поменьше давай. 0,4. А ну? Ну, вот так, да, нормально. А то прям... Так, доска вознаграждений. У вас нет выполненных заказов. То есть не дают, да? Вознаграждение просто так. Деньги 10 баксов. Ну, мы начинаем, как бы, из грязи в князи, да? Так, чтобы купить эквипмент... У меня, кстати, стоит Russian, чтобы вы понимали. Вот, видите, Russian. И распознавание речи тоже Russian. Тут всего три распознавания речи. English, Russian и Ukrainian. Что дает нам основание полагать, что это делали кто-то... Кто-то из СНГ. А, возможно, нет. Кстати, если знаете, кто это делал, напишите. Значит, вот это вот не перевели почему-то. Чтобы купить оборудку, используйте компьютер, который стоит на столе. Чтобы использовать компьютер, наклонитесь над ним и нажмите левую кнопку мыши. Нажала. Так. Так, друганы мои тут в стиме палятся. Выберите тепло, без заказа его сложности, оборудование. Вы готовы, дети? Да, капитан. Так, это что такое-то? Можно брать? Баночка. Не берется ничего. Закончите заказы, которые выдаются на компьютере, чтобы покупать новую оборудку и получать уровень. С уровня 5 откроется вам книга, с помощью которой вы можете изгнать призрака. То есть мы еще даже и не можем изгнать пока что. Нажмите N на клавиатуре, чтобы открыть базовую информацию об игре. О, recognition tray. Тут доска уиджи. Тут доска уиджи. Я знаю, кому эта игра очень сильно понравится. After you said something, release the V-key. Хорошо, зажала. А что надо сказать? Ты здесь? А ничего не происходит. Ничего не происходит. А, О, У. Так, хорошо. Ты ребенок? Ты старый? Где ты? Когда вы родились? Скажи свой возраст. О, 5 баксов дали! О, нормально, я еще не начала играть. Мне уже деньги раздают. Все, у меня уже пятнашка. А это уже, знаете ли, уровень. А ну, к доска уиджи давай. Твоя любимая комната? Ты старый? Какая комната ты любишь? Тут немножко... Тут немножко... Ты старикан? Что? Ты старикан? Я забираю свою догадку про авторов из СНГ. Ты молодой? Ура! Еще 5 баксов. А можно еще нафармить? Ты юный? Дай мне знак. Ты подросток? Где сейчас ты находишься? Покажи себя. Да, слушай, за каждое тестирование по 5 баксов. Так мы сейчас нафармим. Подожди. Когда ты родился? Ты подросток? Ты молодой? Какую комнату ты любишь? Простите, я не могу без акцента это произносить. Ну, правда. Какую комнату ты любишь? Ты где? Чисто мама мне пишет смс-ки, когда я долго не отвечаю на звонки. Так, хорошо, 30 баксов. У меня, кстати, запись идет этого великолепия? Да, идет. Я не знаю, насколько эта игра прожорливая, поэтому я включила на всякий случай просто все кулера, которые у меня есть. Так, ну давайте еще раз. Ты старикан? Какая комната ты любишь? Ты старый? Твоя любимая комната? Ты ребенок? Жеребенок, блин. Ладно, все, хорош. О, это моя айдишка. Есть две палки. Есть топор. Что тут еще, кстати, есть? Давайте сразу посмотрим. Как садиться на контрол? Ага. Баллончики. Ничего не берется, кстати. Какие-то штативчики. Камеры навалены просто. Вообще-то склад. Мы живем на складе. У нас даже дверей нет. У нас просто вот стены. Есть погрузчик. Есть столик с фонарем. Странички какие-то. Полотежка. Ну, про то, что дождь идет. Как бы мокро, да? Вот. Можно выйти. Здесь какой-то режимный объект. Судя по тому, что вон вышки. Там обычно должны сидеть люди, которые расстреливают. Ну, непокорных, скажем так. Так, здесь ничего не открывается. Здесь книги очень старые. Вуду Доллс, Сайколоджи. Вуду Доллс, Сайколоджи. Других, в общем-то, книг тут не завезли. Это что такое? Стори мод каминг сун. А-а-а. Ну, нифига себе, тут еще сюжет будет. Это, кстати, прикольно. Это прикольно. Мне было бы интересно посмотреть на сюжетный режим в фазме. Наверняка это было бы интересно. Можно было бы выпускать, кстати. Надо этим создателям фазмы намекнуть. Можно же выпускать такое в формате этих самых... Как они называются? Я помню, короче, раньше был, вот, знаете, Sims. Ну, знаете, знаете, Sims. Там, короче, в какой-то момент, по-моему, в третьей части. Или во второй. Я уже такая старая, что для меня это примерно одно и то же. По-моему, в третьей части был режим историй. То есть ты там заселяешься в дом, и там идут сюжетные какие-то повороты, связанные с твоим симом. Ты вроде как бы управляешь симом, но, тем не менее, там все связано единой сюжетной линии. Вот. И можно было и... А, и эти сторис выпускались, ну, там, через какое-то время, там, фигак. Вышла история, ты ее проходишь, через какое-то время выходит другая. В фазме тоже можно было так взять. Придумали историю про какую-нибудь, там, не знаю, про Рут Уилсон историю. И ты ее проходишь, проходишь, потом полгода ждешь от Сиджая и Дикея другую. Ладно, все. А, на N мы не нажали, подожди. О, книга охотника за привидениями. Использовать только профессионалам. Если книга попала не в те руки, верните ее по адресу и указали электронный адрес. Ну, конечно, да. Оглавление. Доказательства. Какие ваши доказательства? Голос в диктофоне, радиоприемник, инфракрасный датчик движения, следы эктоплазмы, огонек на камере, уровень MP5, лазерная проекция, записи в блокноте, отрицательная температура, дымка. Это, в принципе, нам все знакомо, кроме дымки и кроме следов эктоплазмы. Так, что тут у нас? Анрео, знаем такого. Мононоке, это как принцесса, да? Кинег. Джинн. Доплер. Мюлинг. Ревенант. Ширео. Шинигами. Любят яблоки. Полтергейст. Дибук. Обаке. Пиру. Амо. Амано. Дзяку. Кидзё. Вообще звучит, как какие-то собрания японцев. Они. Магвай. Мара. Пишачи. И рейки. Ага, хорошо. Рассудок. Разум важная часть процесса охоты. Следуйте за ним. Видимо, следите. И будьте бдительны. Чем ниже разум, тем интереснее вы для призрака. У-ля-ля. Некоторые призраки сведут вас с ума быстрее, чем другие, пугая вас различными способами. Я, кстати, видела у Инсома. Пугалки здесь жёсть. Я надеюсь, они нам не попадутся, потому что там прям аж... Это вам не гост-эвент в фазме. Это прям... Ух. Некоторые призраки могут начать атаковать до того, как ваш разум опустится до определённого уровня. Призрачная активность. Активность призрака – это фактор, влияющий на его взаимодействие с вами, объектами окружающей среды. Активность пассивно возрастает. Активность пассивно возрастает. Пассивность активно возрастает. Всё нормально. Если в доме есть игроки, она также спадает, если призрак как-то проявил себя. Например, зацепился за один из датчиков. Ногой просто шип. Или бросил предмет. Чем ниже активность, тем меньше вероятность определить его тип. Вы можете увеличить активность, нарисовав печать бафомета. Если вы нарисуете эту печать в любимой комнате призрака, её влияние будет сильнее. Печати. Оу. Печать бафомета. Нарисуйте печать в любом месте комнаты, где должен находиться призрак, увеличив его активность, тем самым ускорив сбор доказательств. Если призрак не активен, используйте эту печать, чтобы... И здесь просто зачеркну такое, типа, не читай. Чтобы разозлить призрака и увеличить его активность. Мы всё равно смогли. Печать астарота. Поставите печать в любимой комнате, если вероятность, что призрак не будет атаковать, пока не уничтожит печать. Или в начале атаки будет замедлено на 30% на 30 секунд. Легко запомнить. Печать амета. Служит для изгнания заблудших душ и злых демонов. Сама по себе печать слаба, её нужно укреплять различными ингредиентами. Окей. Печать зета. Та не особо сильная печать служит для изгнания слабых видов призраков и демонов. Нистоположение ингредиентов не важно, важно лишь их наличие. Каких ингредиентов? Печать анабирона. Печать анабирона сильна, но требует к себе особого отношения. Малейшая неосторожность и сила этой печати обернётся против вас. Короче, это такие, типа, проклятые предметы, которые можно использовать себе во благо, а можно перестараться. Прикольно. Ритуал изгнания призрака. Чтобы провести ритуал изгнать призрака, вам нужно будет выполнить несколько действий. Найдите документы призрака при его жизни, чтобы узнать имя. То есть паспорт надо найти сначала. Определите тип. Определите любимую комнату призрака. Не проводите ритуал в этой комнате. Поставьте там защитные печати. Подготовьтесь к ритуалу изгнания. Нарисуйте печать и положите предмет. Это, видимо, ингредиенты. Выполните ритуал. Во время ритуала призрак может вести себя агрессивно, гася свечи или создавая порталы. Боже мой, тут много ещё. Огромный туториал. Сгустки тёмной энергии. Это про портал, читаю. Сгустки тёмной энергии постепенно открыть и увеличивать силу потустороннего. Если портал откроется слишком широко, призрак может сломать печать ритуала и напасть на вас. Чтобы закрыть портал, нужно повторить «Закройся рядом с ним». Опа! Портал будет постепенно уменьшаться, пока не закроется полный. Закройся, это прям будет хорошо. Особенно, когда ты в пати и орёшь кому-то на ухо. Закройся! Блин, тут реально много всего. Детектор АМП. Зональный детектор АМП. Детектор движения. Диктофон. Датчик звука. Соль. Писпользование. Ох уж это писпользование соли. Распятие. Свеча. Энергетический напиток. Успокоительное благовоние. Доска Уиджи. Ультрафиолетовый фонарь. Блокнот. My perfect day. Радиоприёмник. Фотокамера. Видеокамера. Баллончик с краской. Печать и рисовать штатив. Прожектор. Лазерный проектор. Термометр. Направленный микрофон. Ритуалы изгнания. Так. Это описание призраков. Это фото. Фото 10. Всё. Ну всё, ребят. Мы как бы прошли игру. До свидания. До свидания. Спасибо. 35 баксов. Ну ладно. Хорошо. Давайте. Тип лобби. Select region. Europe. Выберите заказ и его сложность. Ну нифига себе тут карт. House on 9th street. House on Central street. House on Dwarf Lake road. House on Greenwood street. House on Roanoke road. House on Eaton street. House on Hodge road. Это, кстати, фармхаус какой-то. House on South West boulevard. The mysterious house on River street. То есть до этого были обычные, а это mysterious. House on Woodward avenue. И house on Tremont street. Это, кстати, какой-то хаус. Какой-то странный. Короче, я не знаю, какой здесь самый маленький. Мне нужен начинающий, конечно же. Давайте с вот этого начнем, наверное, раз он самый первый, да? Он тут, смотрите, и это... А, кстати! Это же получается, вот это все в России, да, расположено? Реально, глянь, все в России. Вот это же Казахстан, да? Это Монголия, это Китай. Вот это Казахстан, по-моему. Вот это Кыргызстан, Монголия, Китай. Один дом в Китае, короче. Все в России, и один в Казахстане. Джебек, если ты это смотришь, салам. Напишите, кстати, блин, если это не Казахстан, не обижайтесь. Ну, по-моему... А что тут еще может быть? Такое большое и красивое. Так, давайте, ладно. House on 9th street. Это где-то вот в центральной тут... В центральной части. Не могу точнее сказать. Так, что я могу с собой взять? At all. У меня ничего нет. У меня там дядька сказал в ухо, хорошо, что ты это купил. Серьезно. Вы слышали? У меня тихо, наверное, звук стоит. Хорошо, что ты это купил. У меня 35 баксов, дядь. Что я могу на это купить? Детектор МП не могу. Датчик звука. Соль могу купить, кстати. Свечку. А это все необходим уровень 2. Ультрафиолетовый фонарь можно купить. Но ультрафиолетовый фонарь должен быть базовый у меня. Баллончик с краской. Вот соль, скорее всего, мне не дадут. Термометр за 65. Ритуал изгнания 300 баксов? Ну, нифига себе. Давайте купим соль. Если мы умрем, ну, ничего страшного. Зато у нас будет соль. Дядька что-то сказал, но я не услышала. Выберите... Я выбрала. Вы готовы? Я готов начать. Ну, наконец-таки. Хорошая охота, друг, говорит. Вообще. Вообще, блин. Вот это да. Так. Дверь сама по себе открылась. Тут мы же живем. Угу. Ну, тут вообще кайфово на самом-то деле. О, это что за палатка? Тент какой-то. Так, диван. Можно по дивану ходить. Это санузел. Пожалуйста. Спальня. Салфеточки. Глобус. А оборудка-то где? Мне вообще прям даже ничего не положено. Ты как фарворн, где я понял. Так, сто процентов средний рассудок. Хорошо. Это, видимо, детектор АМП. Активность вон идет. Пожалуйста. Еще ничего не началось, а уже идет. Нет доступных камер. Ну, потому что у меня ничего не... О, термометр дают. Глянь. На Е. На Е. Он не берется. О, фонарь. А почему фонарь на Т? Фонарь, короче, это базовая... Базовая необходимость. Он не берет на Е. На русскую Е не берет. На английскую Е включается фонарь. Ой, наоборот. На русскую Е включается фонарь. Английская Т. Флэшлайт. А, тоггл может быть. Поэтому Т. Подожди, а как мне взять-то? У меня не берется. Управление. Использовать Е. Положить F. Хочу привязать Е. Положить. Хочу привязать F. Ну. Ок. А F не получается. А Е, кстати, привязалась прям хорошо. Подожди. Очень странно. F. Телефон ТАП. А, выкинуть Ж. Подожди. Ж. Работает. А что значит положить? А теперь Е не работает. Да что ты будешь делать? Так, ну присед... А-а-а. Подожди, а куда положить? Наверное, положить можно не... А-а-а. Наверное, положить это типа блокнот. Раскрыть типа. Все, я поняла. Когда ты стоишь, ты не можешь подобрать термометр. Ну, потому что ты дурак, что ли? Ты слишком высоко. Тебе рука не достаёт до пола. Ты приседаешь. И тогда подбираешь. Это физика называется. Нам дают еще, значит, МПшку. А почему МПшку не... Ага, могу. Ультрафиолетовый фонарь. Это датчик чего-то. Блокнот. Камеру. И радиоприемник, очевидно. Сколько мы можем взять вещей в руку? Три штуки. Фонарь бесплатно. Хорошо. Определите тип призрака. Проведите ритуал изгнания. Это мы не можем. Отпугнуть призрака благовониям время охоты. М-м. Движение призрака с помощью датчика движения. Вот этот датчик движения, кстати, тогда можем. Остановить призрака распятием. Нет. Выжить всей командой в доме во время охоты. Надеюсь, что до этого не дойдёт. Не-не-не-не, подожди. Так. Два этажа. Вход здесь. Kitchen. Lobby. Living room. Hallway. Boys bedroom. Garage hallway. Bathroom garage. Здесь у нас upper hallway. Guest room. Master bedroom. Upper bathroom. Upper living room. Что мне это дало? Ничего не дало. Тут отпечаток, кстати. Можно бегать на shift. Так. Дайте-ка я ещё раз проверю. Мы начали играть. Мало ли чё. Запись идёт. Хорошо. Мне надо, знаете чё? Мне надо чуть-чуть звук сделать погромче. Я его сделала потише, потому что я хитрюшка. Я хотела, чтобы мне было не страшно. Но я тогда ничего не слышу. Так. Как дверь открыть? Э. Э. Ещё не понял. Так. Ну и чё теперь? Света нет. Я на beginner играю. Игра. В смысле света нет? Ага. Кто дверь сейчас открыл за мной? Чё ты делаешь? Тебе делать больше нечего, что ли? Вот это что такое? Это так не должно быть. Блин. Как дверь открывается? О. Щиток. Е. Руэш. Е. Это что такое? Это бойлер какой-то? Опа, свет. Блин, сейчас если тут появится призрак, я очень сильно испугаюсь. Я так понимаю, что можно же с термомером ходить, да? Так, текстурки багуются. Да факт из дэд. Чё это такое было? Вот чё это такое было? Опа, шкаф. Он расстроился, что я открыла... Дверь? Да? Звонит телефон где-то. Вряд ли в гараже. Кто бы в гараже поставил телефон? Блин, как страшно, да? Вот ты играешь в незнакомую игру, Лино. Страшно, жёсть. В ванной тоже вряд ли телефон. Но это просто странно. Давайте все шкафы откроем. Я не понимаю, как здесь двери работают. В смысле, всё? Свет закончился. Ясно. Сейчас подъем там. Ой. Бойлер тоже? Следуя логике обсидио, надо найти такую комнату, где температура ниже всего. Но это, кстати, не только логика обсидио, это логика и фазмы. Я просто к тому, что мы не знаем, сколько здесь средняя температура, да, по палате. Поэтому мы будем ходить везде. Но холоднее всего было вот там. Это что такое? О, это задний двор. А, это выход. Подожди. Мы здесь заходили. Здесь что-то теплее. Вот там было холоднее. А здесь теплее. А может, на втором этаже просто? Устро... А здесь дверь открыта. Здесь есть старый телефон. Не даёшь МП уже, да? Давайте спросим что-нибудь. Ты где? Ты здесь? Ты старикан? Ты старый? Какая комната твоя? Доска Уи же! Я её, кстати, не включала. А чё он её так странно держит? Где твоя комната? О! 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 Мужик! О! А чё? Подожди! МП! Это кто? Возможно, это просто какой-то жилец. Реально. А какой холлвей? Подожди, он сказал холлвей. Слушайте, тут распознавание для доски работает лучше, чем фазм, я вам так скажу. Выход сюда? Выход сюда? Нет, не сюда. Где выход? Мы сейчас пойдём посмотрим по карте. Мы ж не дураки с вами. Мы зачем рассудок-то свой слили? Сколько там, кстати? 80%? Так мы не слили. Можно было ещё поболтать. Холлвей! Вот! Вот! Он сказал просто холлвей. Он не сказал upper hallway. Он сказал hallway. Но почему он там появился? Почему за ним температура ходит? Или температура здесь ходит за призраком, а не за комнатой? Холлвей его любимая комната, да? Давайте, может быть, тогда мы МП-шку выбросим нафиг. И вот это выбросим. Мы сейчас возьмём видеокамеру и посмотрим, о чём у меня третья. Это и... Давай вот фонарь, фонарь, говорю. Блокнот возьмём. Не могу блокнот взять. Почему? Могу. My perfect day. Дорогой дневник. Сегодня я приехала в дом по улице... Название, которое я не помню. Это не было моим решением. Меня сюда отправили. Так, вот смотри, кладу. Не кладётся. Но на F же сказали. Наж... Оооо! Гострайтинг! 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 У меня гострайтинг. Алё? Ты здесь? Ты здесь? Ты старикан? Ты старый? Ты ребёнок? Уже ребёнок. Так, он не отвечает. Это что за... Это что? Это какая-то огромная арба? Что это? Что это такое? Это какая-то огромная арба. Тут огромная арба летает. Так, это надо осмыслить. На какую букву? Х, Н, Н. Так, у нас доказательства. Какие наши доказательства? У нас есть записи в блокноте. Вот это, интересно, огонёк или это дымка? Ну, на мой взгляд, на огонёк это не похоже. Это огромное огнище. Наверное, это дымка. Она типа летает. Это, ну, типа дымка. Поняли, да? Ну, мне кажется, это не огонёк. Огонёк, скорее всего, здесь как арба. Полтергейст либо кидзё. Подожди! Так, мы сейчас тут ещё угадаем, может, с первого раза. Так. Полтергейст. Отрицательная температура. Очень любят взаимодействовать с объектами рядом с жертвой, пугая её. Но он меня напугал. Кидзё. Кидзё стыдится своего уродливого вида, от чего найти его будет настоящей проблемой. Если вы увидели его, скорее всего, она попытается вас убить. Но я его видела, он меня не пытался убить. И настолько уродливый. Но он уродливый был, это правда. Да так, короче, либо ЭМП-5 у нас, либо отрицательная температура. Поэтому мы сейчас возьмём. Что нам там нужно ещё? Соль не понадобилась. А я её не взяла, кстати. Я её купила и не взяла. Это я молодец. Точнее, нет. Присаживаемся. Забираем это сюда, это сюда. Идём. Сейчас всё будет. 79. Нормально. Мы потратили всего процент рассудка, а узнали кучу всего. Мне понравилось, что гострайтинг вообще моментальный. Ты просто бросаешь блокнот, и как будто ты уже бросил блокнот с рисунком. Это, кстати, может быть мой персонаж. Он так немножечко... Как сказать? Звуков, блин, вообще не слышу. Вы слышите звуки хоть какие-нибудь? Давайте эффекты сделаем на полную. Ну, вот сейчас хоть что-то. Так, датчик движения повесим. Детектор. Это я. Ты чё? Дурак. Мне, короче, надо понять, минусовая или не минусовая. Или МП-5. Блин, ну вот это вот, конечно. А может он уже не в холлвее? Можешь пойти спросить у него просто, ты где? О, смотри, температура пошла падать. Пошла падать температура. Смотри. А теперь опять... Ага, потому что наверху. Блин, сейчас лишь бы не охота, потому что я вот сейчас дотрынжусь. Блин, простите, что я звук не сделала погромче. Я просто... Оу! Тут открывается ещё всё. Там же нужно ещё найти документы призрака. Короче, чтобы открыть дверь, приходится выключать термометр, как бы это глупо не звучало. Может быть, я куда-то вот, типа, приближаюсь к призраку? И поэтому падает температура? Ну-то мы опять сюда пришли. Где он появился. Холлвей, холлвей. А сам тут. Тусит. Ну, минусовой нет. Давайте ещё что-нибудь ещё спросим. Ты ребёнок? 80 лет. Не ребёнок. Ты старикан? Газён разозлился. Но МП это нам не дало вообще. Здесь 2,7. Короче, вопрос ты, старикан, забудьте. Это плохой вопрос. Он вызывает у призрака лишние эмоции. Отрицательные. Я всё хочу понять, будет минусовая или не будет. Тут мыло. I hate you, он написал. Пришла домой, обозвала стариканом. Да мне, между прочим, всего лишь 80 лет. Я ещё молодой. Почему доска сама включается? Меня это немножко пугает. О, телек включился. Бля, телек включился. МП-5! МП-5! Бежим! Ан! Так, главное, добежать. Герой тоже согласен. Смотри, ну всё, всё сходится. Где журнал? На N. Почему на N? Так. Доказательства. МП-5. Это Кидзё. А почему это Кидзё? Священный обряд Дэ Рот. Ну, у нас ничего нет, к сожалению. Ни Дэ Рот. Ни что... У нас только соль была, но я её не взяла. Так, а почему ты Кидзё? Они же сказали, что он уродливый и показывается только, когда хочет атаковать. Он показался, постоял. Ну, да, действительно уродливый. 51, смотри. Смотри, подожрало. Не, ну было страшненько. А что это за красная дверь? А, это датчик движения. А может, это не датчик движения? Может, его перевесить? Блин, я не хочу, если честно. Поехали отсюда. А, hold down, держу. Хорошо, но гораздо лучше, он сказал. Ну, смотри, 75 баксов, 130 экспы. Уровень 1 у нас всё ещё. 0 из 370. В смысле 0? Я заработала... А, взять награду, подожди. Всё, всё, по красоте. И 100 баксов. Смотри, какие мы молодцы. Мы только пришли в эту игру, у нас уже 100 баксов. Слушайте, ну, как бы, all jokes aside, да, если оставить в стороне вот это всё веселье, выглядит-то прикольно. Прямо у меня пока к этой игре нет претензий. Вот таких, какие у меня есть к Obsidian, например, или к Госхантерскорб. Единственное, что здесь, я так понимаю, прикольное то, что здесь есть, это изгнание и вот эти вот печати, которые надо рисовать. Но, чтобы начать рисовать печати, вам нужно, вот смотрите, я за вот это немудрёное прохождение получила 130 экспы, здесь 370. То есть, мне нужно три катки до второго уровня. Посчитайте сами, я гуманитарий, сколько нужно до пятого уровня. И только потом вы сможете проводить ритуалы изгнания. Печати, наверное, рисовать сможете чуть пораньше. Да? Где там магазин? Давайте посмотрю. Оборудование. Хорошо, что ты это купил. Хорошо, что ты это купил. Да я ничего не купил, дядя, у меня ничего нет. Баллончик с третьего уровня, но он стоит 100 баксов. Можно будет печати пораньше рисовать, а изгонять можно будет ещё прям очень сильно нескоро. Соответственно, так как мы пока не можем изгонять, мы полной картины не можем себе составить в голове, как эта игра. Ну, пока выглядит неплохо, да, сыренько. Но потенциал-то, потенциал-то есть. Напишите в комментариях, как вам игра. Обязательно дайте мне знать. Обсудим с удовольствием с вами. Поговорим на эту тему. И не забывайте, конечно же, подписываться. Ставить лайк, если вам понравилось. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.